Особенно вот в таких ситуациях, потому что на самом деле переехать в театр опера-балета в какое-либо помещение это была на самом деле большая проблема и вы наблюдали эту историю вместе с нами, когда мы искали помещение и понимали какой выход из ситуации нам нужно найти. Вот считаем, что вот этот объект, который конечно далеко не такой как театр или что-то в этом приближенное, но тем не менее из всего выбора, который у нас есть в Саратовской области, этот объект считаем наиболее приемлемым сейчас для размещения труппы, для того, чтобы полноценные спектакли шли на этой сцене. На сегодняшний день, конечно, очень много уже сделано, но если вот так немножечко истории, какая-то вот точка соприкосновения, в 80-е годы художественным руководителем тогда еще Кристалла и впоследствии название Тантал получил этот клуб, был брат нашего уважаемого Олега Ивановича Янковского, Николай Иванович Янковский, он был художественным руководителем, и, наверное, вот эта связь и эта нить, да, какая-то нас приближает тоже к театральному действию, так скажем, совместному. Поэтому, конечно, на сегодняшний момент, что самое важное, что этот ДК, ну не будем уже ДК называть наш театр, приспособлен к сегодняшним условиям, в которых должен работать театр, это в первую очередь то, что разместится вся трупа, это и балетная, и самое главное, наверное, что мы в этом зале могли сделать оркестровую яму, я не знаю таких еще аналогов где-то рядом, чтобы из, вот так скажем, ничего сделать приближение уже конкретное к театру. Поэтому все помещения, которые вы, наверное, сегодня уже видели и имели честь увидеть, что они все готовы к приему наших уважаемых зрителей, дорогих зрителей, которых мы очень ждем. К сожалению, эпизологическая ситуация, которая сегодняшний день опять усиливается, пока не позволяет нам выйти сегодня и завтра в наши залы, но, тем не менее, на следующей неделе мы все-таки надеемся даже с 30-процентным посещением, вернее, с 30-процентным размещением. Мы очень надеемся, что Роспотребнадзор даст нам такую возможность, и наши зрители, хоть в небольшом количестве, но начнут посещать наши театры, потому что все соскучились. Самое главное, я могу сказать, соскучились больше мы, работники культуры, наши трупы, те, которые на самом деле полгода и в мыслях, и наяву, как могли, и в онлайн-трансляциях, конечно, от нашего зрителя далеко не уходили. Поэтому мы очень надеемся, что все-таки Собинский фестиваль, пусть вот в том объеме, в каком мы можем сегодня провести, мы его откроем, и часть каких-то спектаклей можем показать. Мы сейчас думаем и о закрытии, потому как тот коллектив, который должен был выехать к нам, вернее, как завершение конкурса вокалистов, он у нас, к сожалению, не состоится по этой же причине, даже не по нашей, а потому что и в Москве эта ситуация немножко усилилась. Но, тем не менее, мы найдем выходы, потому что площадки у нас, вы знаете, Собинский фестиваль, и здесь, на нашей уже полноценной сцене, и в драме, и в нашей филармонии. Ну, вот такой первый, так скажем, у нас будет такая генеральная, наверное, репетиция на этой сцене. Ну, и в дальнейшем мы надеемся очень, что все-таки отступит коронавирус, и полны залы, как и раньше во всех театрах, особенно в театре оперативного балета, был, и надеемся, что так и останется в дальнейшем. Поехали!